Всем привет! Меня зовут Настя. Я помогаю вам изучать русский язык. Включайте субтитры к этому видео, если они вам нужны. А также не забывайте подписываться на нас и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить все новые видео. Друзья, сегодня мы познакомимся с вами с новыми фразеологизмами. Во всех этих устойчивых выражениях есть слово «рука». Фразеологизмы со словом «рука». Напишите в комментариях, вы уже знаете какие-то фразеологизмы со словом «рука». В этом видео мы рассмотрим пять устойчивых выражений. Я обязательно расскажу, что они означают, а также приведу примеры, чтобы вам было понятнее, в каких ситуациях мы можем их использовать. Итак, первая фраза. Рукой подать. Это значит очень близко. Эту фразу мы используем, когда хотим сказать, что какое-то место, какой-то объект находится рядом, близко. Давайте рассмотрим пример. От этого парка до моего дома рукой подать. Это значит, что парк находится рядом с моим домом, недалеко. Второй фразеологизм – на скорую руку. Это значит очень быстро, не тратя много времени и сил на что-то. Давайте рассмотрим пример. После поездки мы вернулись домой очень поздно, поэтому пришлось готовить ужин на скорую руку. Это значит, что пришлось готовить ужин быстро, не тратя на это много времени. Следующее устойчивое выражение – не покладая рук. Это значит делать что-то с большим усердием, прилагать большие усилия и не отдыхать. Давайте рассмотрим пример. Я хотела закончить уборку до приезда своих родителей, поэтому работала, не покладая рук. То есть я работала усердно, без отдыха. Четвёртый фразеологизм – золотые руки. Так мы говорим о человеке, который прекрасно, великолепно выполняет любую работу. Он много всего умеет делать. Давайте рассмотрим пример. Пётр прекрасно готовит, собирает мебель и даже умеет шить. У него золотые руки. То есть Пётр умеет делать разные вещи и делает их хорошо. Поэтому у него золотые руки. И последняя фраза – руки не доходят. Так мы говорим, когда у человека нет времени, сил и возможности что-то сделать. Например, какое-то дело. Давайте рассмотрим пример. У меня никак не доходят руки сделать ремонт в комнате, потому что я всё время работаю. Это значит, что у меня не хватает сил и времени, чтобы сделать ремонт. Друзья, я надеюсь, что значение всех фразеологизмов, о которых мы сегодня говорили, вам понятно. Обязательно пишите комментарии и приводите свои примеры с новыми устойчивыми выражениями. Всем большое спасибо за внимание. Пока!